Как сказал сам посланник Аллаха, салла Аллаху алейхи вассалям, «Аль-Улама варахатул анбия», что означает, что ученые люди, они и есть наследники Прока Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. А что они унаследовали? Аль-Муддин, религиозные знания. То есть самое прекрасное наследство от Прока, которое мы можем взять, это знания по Курану и знания Суни Прока Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. «Варада анна аба Хурайра, джа иля сук, фа кала ли ахли». Сказано передано в хадисе, что абу Хурайра, один из больших сподвижников Прока Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям, пришел на рынок и обратился к обитателям рынка, я ахля сук, ма а'джазакум. Сказал, о обитателе рынка, что вас задерживает здесь? И они сказали, а что ты имеешь в виду, что нас задерживает или нет, в чем вопрос? Я говорю о наследии Бога Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. Разве вы не пойдете и не возьмете с этого наследства то, что вам причитается? И сказано, что они сразу, как только он это сказал, пошли забрать то, что им причитается, так как они поняли, что там раздается из имущества что-либо. Тогда они вернулись и увидели абу Хурайра на том же месте, где он сидел, сказали ему, я абу Хурайра, ма ваджедна шайа нюксаму фил масчет минальмирах. Они сказали, о, абу Хурайра, мы не нашли там ничего из того, что раздавалось бы из наследства брака Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. Тогда абу Хурайра сказал им, ма ваджедтум ахада фил масчет, вы не увидели там никого, в мечети, они сказали, баля, ваджедна каума нюсалюна ваякрауна л-кур'ана, ваятазакаруна л-халяля ва л-харам. Мы увидели там людей, конечно, были там люди, которые соблюдали, выполняли намазы, а также читали Кур'ан и говорили друг другу, что халяль, что харам, то есть делили знаниями. Тогда абу Хурайра, радуя Аллаху аху, сказал им, я каум, вай хакум, сказал, о люди, горе вам, аля залика, миросу ва сулиллах, салла Аллаху алейхи вассалям. Разве это не есть наследство брака Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям? Дорогие братья и сестры, знаете, что наследие брака Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям, это есть религиозные знания. Знания по Кур'ану и суньи брака Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. И когда вы идете получать их, сделайте именно такое намерение ради Аллаха для получения этого богатства, наследства от него. От этого богатства, от этих знаний будет вам польза и в этом мире, и в той вечной жизни. Как об этом сказал имам Али ибн Абиб Алиб, это один из величайших сподвижников и самых больших ученых нашей уммы после брака Мухаммада, салла Аллаху алейхи вассалям. Он сказал своему ученику Камаль ибн Зияду, сказал, О юноша, отдай все, что у тебя есть для получения знаний, то есть усердствуй получения знаний. Когда было спрошено, почему он сказал так строго усердствовать, имам Али для объяснения своих слов сказал Так как знания, они охраняют тебя от всего плохого, а имущество приходится тебе ограждать и охранять. Потом добавил Они прибавляются, когда ты их распространяешь и соблюдаешь соответствие с ними, они приумножаются у тебя. Ва аммал маль, что касается твоего имущества, то оно уменьшается и оно заканчивается, когда ты его тратишь. Так что для тебя лучше, он сказал своему ученику, то, что тебя охраняет, это прибавляется, или то, что ты охраняешь, это заканчивается. Дорогие братья и сестры мусульмане, получайте знания, соблюдайте в соответствии с ними. Они нас ограждают от всего плохого и мерзкого, от всего заблудшего и помогают нам быть счастливыми и в этом мире, и в той вечной жизни. Ва ахр джауана анал-хамдилиллахи раббилаламин Ва ахр джауана анал-хамдиллахи раббилаламин и в том, какило, ienna о. Ва ахр джауана анал-хамдиллахи раббилаламин и выку disastrous по стежелу Продолжение следует...